Чтение литературы Добрый день, Милина. Спасибо большое за поздравление. Современный библиотекарь на сегодняшний день – это человек, который находится в библиотеке, обслуживает читателя. Требования времени повлекли за собой повышение требований к библиотекарям. Наши библиотекари не просто хранители книг или специалисты, которые обслуживают читателей в читальном зале. Наши библиотекари становятся профессионалами в различного рода специальностях. Это как и в новых технологиях касательно, так и ведения кружков. На сегодняшний день библиотеки несут на себе не только культурную функцию, но и социальную. Мы привлекаем читателей в нашей библиотеке не только с помощью нашего книжного фонда, но и с помощью различного проведения различных мероприятий, классов, кружков, встреч с знаменитыми людьми, с артистами, спортсменами. В целом, можно сказать, что современный библиотекарь — это человек многофункциональный и обладает большим кругозором в различных сферах деятельности. У вас действительно очень интересная профессия, и она многогранна, если так можно сказать. Вот в своем послании народу президент Казахстана Касымжомарт Токаев говорил об уровне образования, о качестве образования, о всестороннем развитии ребенка. И вот чтение книг — это большая часть развития каждого человека. И как вы считаете, что необходимо предпринимать, чтобы вернуть вот эта вот любовь ребенка к чтению, желание ребенка к чтению? Вы знаете, да, действительно, наш президент обращает очень большое внимание на уровень образования, в том числе детей. Мы все знаем, что дети — это наше будущее, и что именно детям предстоит дальше развивать и строить нашу страну. Дело в том, что действительно то, что читателей именно традиционных книг становится все меньше, как бы в библиотеках это мировой тренд, но, тем не менее, бумажные книги, я считаю, что не могут заменить электронные или аудиокниги. Мы, в свою очередь, стараемся детей привлекать, конечно, проведением различных мастер-классов, каких-то литературных часов. Очень тесно мы работаем со школами, которые в рамках образовательных программ дают детям задания по внеклассному чтению. Но, в целом, можно сказать так, для того, чтобы вырастить хорошего человека, воспитать ребенка, не надо его воспитывать, надо воспитать и начинать с самого себя. Если родители начнут читать, начнут прививать любовь к чтению, даже вечером уделять по полчаса, просто прочитав какие-то сказки или какие-то истории, то, я думаю, у ребенка эта привычка и останется читать. Абсолютно с вами согласна. И действительно, настоящие книги бумажные, их ничто не сможет заменить. Я сама читаю только бумажные варианты, экземпляры. Как вообще сегодня обстоят дела с цифровизацией фонда библиотек? Конечно, наша библиотека не выпала из общего тренда цифровизации. Мы очень активно работаем в этом направлении. Уже создаем электронный читальный зал. Начали оцифровывать книги. Причем мы оцифровку начали с редких книг. Как оказалось, в ходе проведения нотаризации у нас очень большое количество книг, которые были изданы в начале 20 века, в конце 19 века. Мы начинаем с них. Соответственно, мы очень тесно работаем с Казахстанской национальной электронной библиотекой. Потому что у нас есть в стране уже общий портал, где размещены электронные версии книг наших писателей казахстанских. В планах у нас создать единый библиотечный портал города Алматы, в котором любой желающий житель, ну даже не только житель, любой желающий человек может зайти на нашу страницу и спокойно погрузиться в этот удивительный мир знаний только в электронном варианте. Цифровизация очень важна в работе библиотеки. Но мы уделяем большое внимание нахождению в наших стенах, в стенах нашей библиотеки посетителям. С этой целью Акиматом города Алматы проводится большая программа по модернизации всех библиотек. Это касается как и обустройства помещений, территорий, рабочих мест пользователей, так же и обновления книжного фонда. В текущем году мы планируем провести модернизацию еще двух наших филиалов. И с учетом всех, я думаю, у нас получается 18 филиалов уже модернизировано будет на конец этого года. Модернизация под собой подразумевает не просто ремонт, модернизация подразумевает под собой создание на базе библиотек своего рода площадок для офлайн общения. То есть здесь после модернизации в наших библиотеках есть не просто читальный зал и абонемент, а также есть дискуссионные зоны, есть площадки для съемок. Плюс к тому же мы приняли решение, что в текущем году открыли две библиотеки в режиме работы 24 на 7. То есть две библиотеки из нашей 28 работают в круглосуточном режиме. Это Алатау Creative Hub и юношеская библиотека имени Жамбыла. Ну вот наблюдая за тем, какое огромное количество книг сейчас вокруг нас, хотелось бы спросить, а что читает сегодня ребенок? Что читает сегодня казахстанский ребенок в частности? Казахстанский ребенок читает в основном бестселлеры. Если взять, допустим, дело в том, что возрастные книги, это все зависит от возраста ребенка. Большой популярностью пользуются книги Джоан Роулинг, это ряд книг, цикл книг про Гарри Поттера, например, очень интересные. Но тем не менее хочется отметить, что, наверное, все-таки благодаря родителям и школе у детей появляется интерес к казахстанским авторам. В частности, это, ну, начиная, естественно, с сказочного фольклора, сказки о Булгар, Косе, народных героях, там, Жалнуцким пор, и заканчивая, допустим, произведением Сокопаева Минунатым кожа. В рамках реализации нашей стратегии развития, а также учитывая то, что действительно наш президент уделяет большое внимание детской библиотеке, мы решили в текущем году пополнить наш книжный фонд именно больше детской литературы, именно больше казахстанских авторов. Сегодня библиотеки уже становятся таким местом для творчества. Здесь проводятся общие чтения, презентации, литературные мероприятия. И вообще, как об этом узнают читатели, как узнают дети, как они приходят на эти мероприятия? И вот что происходит в наших библиотеках? Может быть, какие-то еще мероприятия здесь есть? Да, наши библиотеки действительно стали таким центром притяжения. Причем мы стараемся работать во всех направлениях, и дети — это одно из, наверное, основных наших направлений. У нас в нашей системе работает из 28 библиотек 8 чисто детских библиотеки, которые постоянно проводят различные мероприятия. Начиная от классических кружков, это по рисованию, языковые курсы, чтение, опять-таки, заканчивая большими мероприятиями. К примеру, как они узнают, здесь очень много источников информации, начиная от наших социальных сетей. Каждая библиотека в составе нашей системы имеет свою страницу в социальных сетях в Инстаграме, в Фейсбуке. Соответственно, используя этот метод. Во-вторых, мы обязательно информируем все наши школы и колледжи, с которыми мы сотрудничаем практически со всеми школами города Алматы. Мы обязательно их уведомляем. Плюс есть сайт, на котором мы обязательно вывешиваем анонсы и афиши предстоящих мероприятий. И, вы знаете, действительно, это очень помогает. Многие дети с удовольствием приходят сюда. А что более эффективнее помогает? Более эффективнее? Ну, я думаю, что все-таки социальные сети и непосредственно общение с администрациями наших учебных заведений. Давайте мы немножечко сейчас помечтаем. Вот если бы вам дали, наверное, свободу действий в реновации библиотеки, какую бы вы концепцию предложили? Концепция, которую мы сейчас реализуем и которую, я думаю, мы будем продолжать реализовывать, ее можно описать одной фразой. Если люди не идут в библиотеки, то библиотека пойдет к людям. И именно в этом плане у нас разработан уже ряд мероприятий, которые мы будем реализовать и реализуем. То есть мы уже, как сказать, начали реализовывать проект библиотек самообслуживания. Начинаем реализовывать проект электронных читательских билетов. Соответственно, у нас очень много планов по внедрению доставки книг на дом. То есть сейчас это все у нас в планах, и мы активно работаем над этими шагами для того, чтобы люди получили большую возможность для того, чтобы читать книги. И как вы считаете, когда эта концепция будет работать уже? Ну, мы планируем в следующем году запустить этот проект уже. Ну, когда-то в библиотеках самые популярные книги нередко воровали самые заядлые читатели, насколько я знаю. Сейчас есть ли это, происходят ли такие поступки? Было ли у вас в вашей практике такое? Воровством это назвать трудно. Есть одна древняя иракская мудрость, что читатели не воруют, а воры не читают. И этому есть такое большое подтверждение. В том же Ираке, например, на книжном рынке книги никогда не уносят в прилавках. Я буквально все равно... Ну, у нас, слава богу, такого не было. А то, что касается нашей заядлых читателей, которые иногда не возвращают книги в срок, ну, такое бывает. Действительно, этого не избежать. А какие книги не возвращают? Может быть, есть какие-то определенные? Нет, определенных нет. У нас очень большой список книг, но мы работаем со всеми должниками. И, как правило, бывает ситуация, когда действительно человек взял книгу почитать и случайно либо испортил ее, либо просто потерял. В вашей практике такое часто было? Ну, это бывает, это нормально. Ну, соответственно, читатель просто приносит равноценную книгу к нам и возмещает ущерб. Как сегодня комплектуется фонд ваш? Фонд комплектуется у нас несколькими способами. Это, соответственно, Акимат города Алматы выделяет деньги, средства на приобретение книг. Мы буквально недавно, ну, как недавно, мы постоянно проводим вопросы среди читателей, какие бы книги они хотели увидеть в нашем фонде. Мы, соответственно, приобретаем эти книги. Второй метод — это метод дарения книг. То есть очень много читателей, даже соседей, людей простых приходят, и эти книги дарят нам. Буквально недавно мы завершили акцию с Apple Foundation. Это выпускники, ученые по программе «Булашак». Они по собственной инициативе решили запустить акцию «Читаем вместе». И, соответственно, в ряд известных кофейн или кафетерий города тоже приняли участие. И они собрали очень приличное количество детской литературы и передали нам ее в дар. И вот таким людям хотелось бы сказать большое спасибо за то, что они не забывают нашу библиотеку и за то, что стараются всеми силами помочь. Кстати, да, заметила эту тенденцию, что во многих заведениях Алматы появилась такая тенденция складывать книги в определенный угол. И люди читают. Кто-то, конечно, смотрит на это как на декорацию, но кто-то действительно... Ну, это радует. Это действительно радует, потому что, еще раз говорю, чтение, оно никого не может оставить равнодушным. Если человек начинает читать, то он уже начинает воспринимать мир сквозь призму тех принципов, наверное, которые заложены в этой книге. Как правило, во всех книгах заложены принципы добра, человеколюбия. Ну и, наверное, мир становится немножечко ярче, если читать больше. Конечно, однозначно. Жизнь любого предприятия – это, конечно же, кадровый вопрос. Это люди. Как вот сегодня обстоят дела с кадрами? Есть ли какой-то дефицит, возможно? Может быть, молодежь привлекаете к этой работе? Вы действительно правы. Кадры решают все. И мы тоже работаем над этим, к сожалению. Как вы знаете, в последнее время должность библиотекаря в системе государственных структур, она, как бы, ну, не совсем, наверное, соответствует чаяниям молодежи. Но мы стараемся переломить этот тренд. И, например, в текущем году при поддержке Акимата города Алматы, управления культуры и, соответственно, согласия депутатов Маслихата, мы все-таки совместными усилиями повысили зарплату наших сотрудников на 30%. Я думаю, что мы будем постоянно продолжать работу над этим, потому что действительно руководство города понимает большую проблему в стабильной заработной плате наших специалистов. Молодежь идет к нам. Идет к нам. Это, в основном, выпускники вузов, которые заканчивают обучение по специальности библиотечное дело. Они к нам приходят. И мы стараемся, конечно, для них все условия создать. Буквально недавно я же говорил про модернизацию библиотек. Модернизация библиотек касается не только создания удобств для читателей, но и создания удобств для сотрудников для наших. Потому что наши сотрудники должны приходить на работу с радостью. И мы должны создать им эти условия для того, чтобы наши люди приходили и радовались. Помимо этого, в текущем году мы начали обширную программу повышения квалификации наших сотрудников. На сегодняшний день уже 76 человек прошли повышение квалификации здесь, в Казахстане. В Казахстане специалисты, преподаватели с Казахского национального университета имени Аль-Фараби провели 72-часовой курс лекций, семинаров. Помимо этого, я думаю, до конца текущего года мы планируем отправить еще 12 наших сотрудников на обучение в Южную Корею. Я думаю, что после таких концепций, которые вы предлагаете, много молодежи потянется именно в библиотечное дело, и здесь будет много молодого поколения. Я надеюсь, потому что мы, в принципе, даем им возможность креативить и развиваться. Алмата, вы сами знаете, это полная столица. Это город, как на многих плакатах написано, креативный город. И для того, чтобы действительно поддерживать этот статус, статус культурной столицы, мы, конечно, должны молодежи тоже дать возможность для саморазвития и самовыражения. И если у вас будет возможность, подпишитесь на наши социальные сети, вы увидите очень много роликов именно с участием наших молодых специалистов, для того, чтобы понять, как работает библиотека. Они очень интересно выкладывают данные ролики, я сам с удовольствием смотрю их. Я думаю, это будет максимально полезная информация для наших телезрителей сейчас. И у вас действительно очень интересная профессия. Вы мне сейчас рассказывали про нее, она настолько многогранна, настолько красочна. Есть различные экспериментальные возможности, есть какие-то концепции. А за что вы любите свою профессию? Интересный вопрос, я вам скажу сразу, Милин. Дело в том, что я прихожу на работу действительно с радостью. Почему? Потому что мы позволяем людям получить доступ к знаниям. Библиотека во все времена была, она есть и будет именно одним из источников знаний, оплотом культуры. И как бы это ни было высокопарно сказано, библиотека является одним из трех столпов сохранения историко-культурного наследия нашей страны. Вторым это является архив, третьим это является музей. И вот эта вот работа трех организаций, именно она является основной для обеспечения сохранности историко-культурного наследия нашего государства. И если мы все правильно реализуем, мы действительно получим поколение детей, и они перейдут к последующему поколению именно знания. Знания о нашей истории, знания о нашем народе будут прививать к культурные ценности, в том числе и ценности чтения. Действительно очень важная профессия, и важно, чтобы не было никаких сложностей у вас в вашей работе. Важно, чтобы как можно больше людей тянулись к вам, потому что это действительно очень важно для всей нации, для страны. Мирам Иркенович, я еще раз хочу вас поздравить с прошедшим профессиональным праздником. Спасибо вам большое за ваш непростой труд. Успехов в вашей деятельности, она, наверное, творческая деятельность. И спасибо, что согласились дать нам интервью сегодня. Спасибо вам большое за то, что выделили время, действительно, и помогаете нам продвигать информацию о наших библиотеках среди граждан нашей страны. И это очень важно. Все-таки работа библиотек на сегодняшний день, по большей части, я все время выражаю благодарность своим сотрудникам. Они выполняют не просто работу, они несут своего рода ответственную миссию. Миссию за сохранность культурного кода и идентичность нашей нации и нашего государства. Спасибо большое еще раз. Надеюсь, сегодня кто-то смог окунуться и вернуться в жизнь своей школьной библиотеки. И принял для себя решение читать как можно больше и чаще. Сегодня мы говорили с директором централизованной библиотечной системы города Алматы Биктимбаевым Мейрамом. Это была программа интервью. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok